В Тамаринском театре опыт у нас большой, мы были самым гастролирующим коллективом в мире, не только в стране. Всему свое время мы гастролировали по 90-100 дней в году, и это касалось всех пяти континентов. Сейчас одно правило нам помогает. Мы можем сконцентрализоваться на работе дома. Главное правило, которое никто не может отменить, высокое качество и умный сценарий построения своей деятельности всегда в любых обстоятельствах будет держать тебя не на дне, а ближе к потолку. Ты будешь оставаться на высоте, а значит ты будешь востребован, и значит ты сможешь, если в нашем случае это называется, сохранить коллектив или сохранить его лучшие традиции и опять же качества, то тут это абсолютно достижимая роль. Это правило отменить невозможно. Для того, чтобы отменить его, надо физически перестать действовать, чего в данной ситуации пока мы не видим ни за горизонтом, ни даже теоретически. Но время тревожное, поэтому я уверен, что перестройка уже полностью у нас прошла. Мы все дома, огромная семья артистов, мы все в регионах, у нас было уже 25 регионов России, начиная где-то с середины апреля по середину мая. Мы путешествуем, и да, был Париж, Нью-Йорк, сейчас, ну скажем, Томск, один из любимых городов, это потрясающие университеты, и Казани, и Оренбург, и, ну, перечислять не буду, но 25 регионов мы уже прошли, начиная с середины апреля. Если мы добавим еще 20, это будет небывалый год в истории Мариинского театра. Мы будем, опять же, самым гастролирующим коллективом в мире, только гастролируем в других границах. Но мы не собираемся выступать слабее в Томске, чем в Нью-Йорке. Поймите меня, пожалуйста. Мы знакомы с Григорием давно, и знакомились, как правило, после концертов наших и весьма звонких в Великобритании. Тоже относятся еще к одному послу, я его видел. Но мы познакомились с Андреем Леонидовичем в Лондоне давно, 25 лет назад. Как видите, мы сейчас находимся в Санкт-Петербурге, и не очень переживаем по этому поводу. Вот это правило уничтожить невозможно. Мы должны действовать аккуратно, точно, я бы даже сказал, впечатляем. Вот в искусстве либо скучно, либо интересно. Вот скучно сейчас нам не подойдет. Даже если скука будет такой неплохо спланированной, нам надо что-то делать необычное, яркое, и все будет там. Спасибо. Спасибо.